МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производство работает. Михаил Игнатьев посетил два предприятия Шумерли. Детский сад для села. В Аликовском районе после модернизации открылся новый детсад. Юные дарования в Минспорту Чуваши чествовали молодых спортсменов. На карте Новочебоксарска появится еще одно новое предприятие. Капсулу под его строительство заложили сегодня. В торжественной церемонии принял участие и временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев. Строительная сфера находится на пути глобальных перемен. Материалы, которые раньше закупали только за рубежом, теперь начинают производить и российские заводы. Уже в следующем году на месте этого пустыря на окраине города Спутника возведут новый комбинат. Здесь будут выпускать наружные стеновые панели. Главная цель и наша задача – это сделать наилучшее, получить качество. При этом новые облицовочные материалы применяются будут. Это то, что в России, только в Москве сейчас начали за счет импортных материалов. Это у нас будет чисто Чувашское. У нас город будет преображаться не только крашенными или кирпичными, а именно современным материалом. На материалы из сборного монолитного каркаса строители сейчас делают особую ставку. Именно из таких панелей возводят дома эконом-класса. Это выгодно, это рентабельно. И это новое поколение технологий в российской строительной индустрии. Что позволяет создавать не только просто импортозамещающие стройматериалы, но это дешевое жилье. Это выгодно, это привлекательно для российских граждан. На стеновые панели из Новочбоксарска уже есть спрос. Заказы на эту продукцию сейчас поступают из Мариэл, Татарстана и Нижегородской области. На полную мощность этот завод выйдет через два года. Здесь намерены создать порядка 700 рабочих мест. Все те обещания, которые мы давали на разных встречах, они сегодня предотвращаются реальные дела. Я помню цифры, буквально 4 года назад здесь безработица была очень высокая, 9,5%. На сегодняшний день, создавая высокотехнологичное производство, один завод за другим, соответственно, завод солнечной батареи, 306 рабочих практически. Высокая зарплата, работают все наши уроженцы, молодые люди, девушки, юноши. Очень хотим верить, что это предприятие внесет вклад в процветание Чувасской республики. Мы строим для будущего, для счастья многих людей. Это письмо будет прочитано через десятки, а то и сотни лет. Капсулу из прочного металла закладывают в основание стены одного из корпусов. Новые цеха были запущены в строй на заводе по производству клинкерной плитки. Сейчас на этих линиях производят фасадную плитку, до конца года на заводе наладят выпуск брусчатки и кирпичей из экологического клинкера. Этот материал подходит для облицовки домов, он не боится воды и даже аномальных морозов. Спрос на эту продукцию растет, рабочие обеспечены заказами на годы вперед. Временно исполняющий обязанности главы республики ответил на вопросы коллектива. На встрече поднимали темы капитального ремонта домов, строительства детских садов и реконструкции дорог. Все обращения рабочих Михаил Игнатьев поручил взять на контроль местным властям. Медриковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил два производства в Шумерлинском районе. Завод специализированных автомобилей и комбинат автофургонов. Подробнее в нашем сюжете. Производство подвижных средств технического обслуживания, ремонт и эвакуация обитаемых модулей постоянного и переменного объема, энергетических комплексов и трансформаторов. Все это участки Шумерлинского завода специализированных автомобилей. Это предприятие один из основных поставщиков спецтехники для МВД России. Комбинат автомобильных фургонов специализируется на производстве автомобилей, мобильных комплексов и прицепной техники различного назначения. Сегодня комбинат автомобилей и фургонов вышел на уровень 5 миллиардов рублей будущей продукции. Средняя заработная плата до комбината у нас по итогам 8 месяцев 31 тысячи рублей. Средняя заработная плата производительность выросла за это время на 24%, рост заработной платы 11%. То есть, разношение тройкошек короткое. Поэтому есть чем гордиться, есть что вам показать. Михаил Игнатьев встретился и с трудовыми коллективами заводов, где ответил на все интересующие работников предприятий вопросы. Новым заместителем министра сельского хозяйства Чувашии стал экс-глава администрации Урмарского района Константин Никитин. Соответствующее распоряжение подписал сегодня председатель кабинета министров республики Иван Маторин. Константину Никитину 56 лет. Свою карьеру он начал с должности автослесаря. С 1986 по 1990 год был депутатом районного совета народных депутатов Чувашской АССР. Затем депутатом Урмарского районного собрания. С 2010 по июнь 2015 года возглавлял администрацию Урмарского района. Имеет диплом экономиста и юриста. Правительство России одобрило использование средств материнского капитала на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Об этом сообщила вице-премьер страны Ольга Голодец. Законопроект позволит направлять маткапитал на приобретение товаров и услуг, которые помогут детям быстрее адаптироваться к окружающей среде. В целом рассматривается вопрос на создание условий строительства или устройства пандусов поручней в доме, в квартире имеется в виду, приобретение кресел, которые должен сам родитель купить. Также может быть направлено средство на приобретение функциональных кроватей или каких-то массажных столов. Все те меры, которые ранее были предусмотрены федеральными законами по медицинскому обслуживанию, по реабилитации, они также сохраняются. С этого года средства материнского капитала также можно направить на жилищное строительство. Можно получить единовременную выплату 20 тысяч рублей. Сейчас в пенсионный фонд поступило 13 тысяч заявлений на эти средства. С 1 января 2016 года размер материнского капитала составит 475 тысяч рублей. Это на 22 тысячи больше, чем сейчас. Расширение использования материнского капитала обойдется бюджету в 6,5 миллиардов рублей. Напомним, выдачу материнского капитала решено продлить до 2017 года включительно. Что такое реабилитация и для чего она нужна, знает каждый уважающий себя врач. Но одного знания недостаточно. И тут на помощь врачам приходит современная техника. В столице Чувашии появилось оборудование, аналогов которого в республике не было до сегодняшнего дня. Восстановить нарушенные функции организма и предотвратить развитие вторичных осложнений призвана реабилитация. В современной медицине для этих целей применяются новейшие технологии, опыт и мастерство специалистов, которые позволяют спасти самое дорогое – жизнь. Но важно понимать, что даже самая ювелирная работа хирурга не может полностью восстановить былое состояние пациента. Или хотя бы приблизить его к таковому, если он не получит полноценного курса реабилитации. Помогать клиенту вернуться к полноценной здоровой жизни следует команде квалифицированных специалистов. Устанавливать диагноз, следить за изменениями состояния пациентов, принимать решения о назначениях – все это дело рук врачей. Но в этом им может помочь специальная техника. Оборудование новое, оно всегда нужно. И особенно это оборудование, которого на сегодняшний день нет в Чувашской республике. И оборудование, которое будет направлено на реабилитацию и быстрейшее восстановление пациентов после перенесенных операций. Особенно ортопедического профиля, после травм, после инсультов, после неврологических осложнений. И еще что очень немаловажно – это эндокрологические нарушения. То есть диабетическая стопа, что в принципе на сегодняшний день лечится очень и очень с трудом. Поэтому если это оборудование позволит нам улучшить качество реабилитации, качество лечения наших пациентов, конечно же мы будем довольны, счастливы и самое главное будут довольны наши пациенты. Пример последних разработок аппаратов по реабилитации и восстановительному лечению появился в столице Чувашии. Вот этот аппликатор предназначен для ударно-волновой технологии. И принцип его действия заключается в механическом воздействии именно на тот участок, на котором необходимо провести терапию. Именно она позволяет регенерировать восстановительные процессы для того, чтобы период реабилитации прошел быстрее. В первую очередь мы говорим об оборудовании, которое было изобретено и апробировано в течение последних пяти-десяти лет. И соответственно оно вот только-только выходит на рынок. В этих аппаратах были внедрены специальные изменения, которые позволяют процесс физиотерапии и реабилитации улучшить и достигать наилучших результатов за более короткие сроки. Еще одна особенность оборудования – все данные о состоянии здоровья пациента сохраняются как в компьютере. То есть настройки вносятся в систему и при повторном лечении не надо заново вводить все параметры. Благодаря этому работа становится гораздо более эффективной, что облегчает и самочувствие пациента, и работу врача. Юлия Важенина, Олег Кикимов, Республика. В дошкольных учреждениях Чебоксар реализуется проект по благоустройству территорий. В одном из детских садов побывала наша съемочная группа и узнала, насколько теперь комфортнее малышам гулять на улице. Устраивать праздники и концерты теперь можно не только в помещении, но и на улице. Такая возможность появилась у воспитанников 137-го детского сада. Удобные крытые сцены и скамейки уже собирают первых зрителей. В этот детский сад ходят дети с нарушением зрения. Для особенных малышей создаются все условия. У нас была проблема, недостаточное взаимодействие с социумом. Поэтому мы в этом году еще открыли дополнительные две группы для нормально развивающих детей. Для успешной интеграции и реабилитации наших детей. Еще до открытия вчера маленькие дети, я наблюдала такую картину, идут, взбираются на сцену и читают стихи. Если они в группе зажаты и стесняются этого делать, а здесь аплодисменты сверстников. На территории детского сада появились различные цветочные композиции, даже самый настоящий фонтан. Преображение площадки заняло около трех месяцев. Теперь здесь будут собираться дети и родители со всего микрорайона. Это пусть мини-площадка, мини-сцена. Она деткам даст раскрыть себя, почувствовать себя артистами. А может быть и будут будущие артисты. Пока этот детский сад единственный в городе. Реконструированы будут и территории других дошкольных учреждений Чебоксар. Татьяна Леонтьева, Анастасия Иванова, Олег Якимов, Республика. В районах Чувашии продолжается модернизация дошкольных образовательных учреждений. Совсем недавно распахнул свои двери новый детский сад в Аликовском районе республики. Подробности в следующем сюжете. Здание детского сада в селе Раскильдина пустовало много лет. В разные времена в помещении находился и детский лагерь, и даже размещалась начальная школа. Теперь же у малышей снова есть где заниматься. Отремонтированное здание уже готово принять около 40 ребятишек. Брэ, ики, пищи! Аплодисменты! В детском саду будут работать три группы для малышей от полутора лет. А ходить в него будут дети не только из Раскильдина, но и из ближайших деревень. Для ребят созданы все условия – музыкальные и спортивные залы, игровые комнаты, удобные спальни. Позаботились и о питании и здоровье. Действует пищеблок и медицинский кабинет. На улице тоже есть где разгуляться. Мы очень рады самим, хочется сюда ходить. У нас в наше время, когда мы были маленькими, у нас садиков не было. А сейчас радуемся за наших детей. Конечно, рады. И вид меняет, и детишкам есть чем теперь заняться. У нас и племянники, и детишек еще много растет. Мы надеемся, что сад будет только пополняться. Всего реконструкция здания заняла около 10 месяцев. За это время укрепили фасад и кровлю помещения, утеплили стены. Ремонт проводился в рамках государственной программы развития образования. Садик получился уютным, добротным, доступным для детей. И мы все, наверное, этому очень рады. Мы надеемся, что этот садик не будет пустовать. Я хочу, чтобы дети в этом детском саду развивались, росли здоровыми, были готовыми для того, чтобы пойти в школу. Как отметил министр образования и молодежной политики Владимир Иванов, в этом году программа завершится. Однако, работа в этом направлении не закончится. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. В эти минуты в театре оперы и балета дают оперу Геннадия Хирбюна Рспи. Постановка открывает 56-й театральный сезон. Спектакль получил грант главы Чуваши и победил в республиканском конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес». Развитию культуры в Чуваши уделяется пристальное внимание. В 2014 году по сравнению с 2013 годом расходы на отрасль увеличились на 23% и достигли почти 2 миллиарда рублей. Были отремонтированы сельские клубы, закуплено оборудование и музыкальные инструменты. Грант главы Чуваши получила и опера Нарспи, которая открывается 56-й сезон в театре оперы и балета. Роль главного героя оперы Сетнера принесла победу в номинации «Лучшая мужская роль» Сергею Кузнецову. В этом году к звездному составу присоединилась молодая талантливая актриса Анастасия Андреева. Девушка впервые попробует себя в качестве солистки оперы. Потрясающе талантливая девочка, потрясающе талантливая исполнительница. Уникально то, что она не имеет начального образования, то есть она совершенно, как мы говорим, с улицы пришла в институт. Обучившись 5 лет, она уже сделала такие колоссальные успехи. Буквально в этом году она окончила и она уже исполняет такую сложную партию Нарспи. Впереди зрителей ждет серия эксклюзивных вечеров. Уникальный проект «Литературная среда» продолжится и в этом году. Балет «Ромео Джульетта», опера «Борис Годунов», хореографическая фантазия «Лолита», оперета «Мистер Икс» и мюзикл «Контервильское привидение». Программа сезона подобрана так, чтобы каждый зритель смог найти созвучную его настроению тему «Отлечься от будней». Возобновила свою работу и школа юного театрала. Вниманию маленьких ценителей театрального искусства представлены музыкальные сказки «Бременский музыкант и теремок». Екатерина Куприна, Игорь Зверев, «Республика». Многие великие спортсмены, получившие путевку в большой спорт на нашей малой родине, живут сейчас в разных городах России и за рубежом. В их числе чемпион 11-х зимних Олимпийских игр Владимир Воронков. Сейчас он в Чувашии. Наша съемочная группа не упустила момента побеседовать с героем советского спорта. Представители нашей республики не раз стояли на пьедестале главных стартов четырехлетия. Среди них легкоатлеты, боксеры, велосипедисты. Однако Владимир Воронков до сих пор остается единственным олимпийским чемпионом из Чувашии, которому покорились именно зимние игры. В 1972 году в эстафете 4 по 100 он в составе команды СССР занял первое место. Слава пришла к нему не сразу. Сначала был Гренобль. Начиналась гонка 30 километров. Я был заявлен на эту гонку и занял там четвертое место. Сейчас в наше время четвертое место считается очень удачное. А в то время даже и не вспоминали. Мы и в эстафете были четвертыми. Мы финном проиграли третье место буквально пол коробки спичечной длинной. С четвертого места сразу на первое. Уже в следующей зимней олимпиаде в Саппоро команде СССР удалось стать лидером лыжной эстафеты. Завершил Владимир Воронков карьеру в большом спорте через 4 года после этой победы и перешел на тренерскую работу в Москву, занимаясь командой лыжников Центрального спортивного клуба армии. На малую родину он приезжает часто. На одной из встреч познакомился с Михаилом Игнатьевым. Если взять развитие физической культуры и спорта, то в Чувашии где-то в пределах 30-35% были лечены занятием физической культуры и спортом. Это, конечно, заслуга в первую очередь Михаила Васильевича. В первую очередь. Потому что люди смотрят, какое отношение у него к физкультуре. Везде построены фоки. Просто удивительно. И бассейны, и залы. Даже в сельской местности построены спортивные залы. Итоги национального рейтинга Владимир Воронков считает закономерным. Очень много, очень много делается для республики. Ни щадя ни сил, ни здоровья, ни времени. Поэтому просто временами удивительно, когда он находит время еще занятием физической культурой и спортом. Вот это вот отношение к спорту и дает Михаилу Васильевичу здоровье. И вот это вот понятие, что республика должна процветать. Те, кто прошел спорт, физическую культуру, всегда этим и были цены в работе. Они всегда преданы, преданы, целенаправлены. И самое главное – здоровые. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. В продолжение спортивной темы. Сегодня прошло участвование победителей, призеров летней и зимней спартакиады учащихся России. Спортсмены из Чувашии сумели покорить пьедестал в семи видах соревнований. Наша съемочная группа также решила поздравить участников с их победами. Юное дарование. Именно так обратился с приветственным словом к виновникам торжества, исполняющей обязанности руководителя спортивного ведомства Республики Алексей Яковлев. Кроме победителей по видам спорта, которые уже стали традиционными, тяжелые атлетики, самбо, вольной борьбе, маунтинбайку, спортивной гимнастики, появляются новые звезды спорта Чувашии. На седьмой спартакиаде учащихся России в этом году выступила воспитанница отделения фристайла Республиканского центра зимних видов спорта. Она сумела завоевать золотую награду в дисциплине слоп-стайл и бронзовую в хав-пайпе. Сама девушка еще пару лет назад о карьере в большом спорте даже и не думала. Но, несмотря на это, Лана в свои 15 лет входит в основной состав российской сборной. Конечно, не ожидала, что так получится. Скорее думала, что буду заниматься для себя. Просто, конечно, рассчитывала на призовые места на первенстве России, но таких успехов не ожидала. Занимается Лана под руководством молодого тренера Никиты Васильева. Он также старший тренер сборной России. Уже скоро их ждут тренировки, а далее – начало очередного сезона и новых побед. Вообще, на Лану мы надеемся уже в числах 20 сентября уехать в Швейцарию на следующий сбор, потому что у нас идет поэтапная подготовка. А сборная команда также поедет с нами, остальная состав. И, скорее всего, основной старт у нас у Ланы будет зимние юнические Олимпийские игры в Норвегии зимой и первенство мира, к которому мы готовимся. Большое количество наград в копилку команды «Чуваши» внесли представители вольной борьбы. На их счету сразу пять наград. Хочется также мне особо поблагодарить виды спорта, которые у нас приняли участие на летней спартакиаде, учащейся. Хочу сказать, что, наверное, за период проведения спартакиады за последние годы, это, наверное, было выступление нашей команды одним из лучших выступлений. Мы среди всех субъектов Российской Федерации заняли общекомандное место, 33 место. Всего по итогам зимней и летней спартакиаде в числе победителей и призеров 11 спортсменов из Чувашии. А это значит, что резерв для взрослых команд уже на подходе. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. В воскресенье 13 сентября в Чувашии, как и по всей стране, пройдет единый день голосования. В Республике будут выбирать главу региона и депутатов органов местного самоуправления. Завтра по закону день тишины. Любая агитация запрещена. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сегодня я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. И удачных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин